Всем привет, друзья! С вами Чейнджер, и мы продолжаем проходить Urban Empire. Мы в роли мэра города Кайзерсхафен, Королевской Гавани, или Императорской Гавани, кому как больше нравится, проходим эту игру, и мы движемся, движемся, движемся ко второй эре. Собственно, мы уже изучаем вещи из второй эры, да, и она должна официально наступить тоже через некоторое время. Так, мы изучаем эпидемиологию. В прошлый раз мы отстроили водопровод под городом, изменили немного планировку, и смотри-ка, у нас в коммерческих площадях большая потребность, а мы же их только что сделали. Нам надо увеличить плотность застройки. Давайте посмотрим, можем ли мы сделать плотность... Нет, плотность постройки нам никак. Так, то есть у нас... Пока у нас... Ладно, ждем, короче. Да-да, отменить. Ждем, запускаем время и ждем. Давайте даже ускорим, потому что у нас пока нет... Нечего обсуждать в городском совете. Нам нужен опять месячный бюджет. У нас очень плохой стал, кстати. Да, эксплуатация большая, доход отрицательный. Отрицательный. То есть, тогда есть нам что обсуждать? Ну, надо обсуждать налоги. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, погнали. Вот так, если сделать. И вот так, да? 20, 17. Да, конечно, круто будет. Ну ладно. Давай, надо делать налоги по-любому. Нам нужны деньги. Иначе все наши проекты будут заворачивать. Обратимся к партиям, конечно. Давайте обратимся. Так, с вами давайте мы просто... Вот так скажем. Нет. С вами надо, надо, надо потребовать от вас. Большинство поддержит меня. Давайте. Демократия, мать ее. Приведет нас к светлому будущему. И коммунизму, наверное. Не знаю, какое светлое будущее в этой стране у нас будет. Но посмотрим. Так. А пока не могу никому обращаться. Ждем. Теперь могу. 10, 8. 10, 8 это нормально. Давайте потребуем. Ради общего блага абстрактного. Ну, хорошо. Хорошо. Здесь потребуем тоже. От вашего выбора зависит будущее города. 9, 9. Замечательно. Давайте городу это необходимо. Так. Нормально. И ждем дальше. Ждем. 12, 10. Ну, уже так. Так, 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 так. Давайте. Нет, смотри, ничего не работает. Ладно. Давай поугрожаем. Наедине. Смотри, тоже не получается. Так. Голосовать за. Давай вот так. 12, 10. Хотя бы склоняем кое-кого на нашу сторону. Так, я пропустил. Так, давайте. 15, 15. 15, 15. Это замечательно. Давай. Так, сделаем. Вашим ребятам, скажем, это единственный разумный выбор. 13, 17. Это уже хорошо. И с этими давайте попробуем договориться. Городу это необходимо. Да. 11, 19. Нормально. Налоги будут наши. Налоги должны быть наши. По Европе прокатилась волна национальной инфекции. Так, новая эра. От Парижа до Вены. Ратьи, свободе прессы и отказу от многонациональных империй. Так, ну что, авторитет 55. Бюджет города страшно личный, зато сбережения большие. Не знаю, каким образом я каплю личные сбережения, но они больше, чем бюджет города. Это интересно. Так, рождение национального самосознания, 2-я эра. Джакомо Сантелес. Я же сказал, что это наш сын. Так, прогрессивность. Так, безопасность средней школы. Ну понятно, это все тоже оптимизм и наместник императора. Это все то же самое, что было в первом нашем мэре. Джакомо с детства знал, что он особенный. Юный гений сторонился своих менее одаренных сверстников. Благодаря своим ранним достижениям он стал руководителем города, но это не изменило направление его интересов. Он стал мэром лишь для того, чтобы получить финансирование своих исследований. Это приведет к дополнительным расходам, но зато обеспечит гражданам доступ к последним достижениям науки и техники. Интересно так. Политические изменения. Когда меняется мир, меняются люди. Меняются их взгляды и те, кто их представляет. Начинается новая эра. Потребности горожан растут и они голосуют за других политиков. Да ладно. Серьезно? Молодая Швейцалия. Старая Швейцалия. Не избранный. Национальная партия. Интересно. Но пока ничего не устарело еще. Это замечательно. Изменение потребностей в услугах. Когда меняется мир так? Ну понятно. Личность мой рост. 10, 5, 5, 10, 5. Это то, что требуется, да? Блять, 10 здоровья. Это, конечно, жестко для нас. Так. Свободная демократическая партия побеждает на выборах. Понятно. Интересно. Так, так, так. Притормози. Надо тут такие изменения. Теперь надо понять, что происходит. Так. У нас. У нас пока не очень хорошо все, да? Ну так. Так. Хреновенько, конечно. Ну ладно. Пока что мы держимся. Так. Расходы 70. Бюджет города. Да. Это плохо. 15, 25. Но здесь нормально. Так. Теперь у нас 4 партии. Вот мне интересно, когда что-то произойдет с нашим шпионом. Он уже сидит там 50 лет практически. В этой партноне 50. Но он долго сидит там и ничего не происходит. Мне никаких отчетов никто не пишет. Так. Это что? Партия Старая Швейцария. Правая Консервативная Партия. Понятно. То есть они вообще тут жестко. Хочет добиться для Швейцарии большей автономии в рамках империи. Но сомневается, что Швейцария сможет стать независимым государством. То есть они еще и между собой не договорились, чего они хотят на самом деле. Молодая Швейцария. Так. Левая Либеральная. Левая Либеральная Партия, берущая начало в Национальной Партии Швейцарии. Хочет независимости Швейцарии. Но это наши старые друзья и демократы. Да. Тоже наши старые друзья. Хорошо. Можно ли что-то? У нас есть какие-нибудь указы, которые можно предложить? Нет. Ничего нет. Дерево прогресса. Да. Вторая эра. Мы изучаем эпидемиологию. Скоро она должна изучиться. Изучиться. Давай. Ждем. Так. Добро пожаловать в Джакомо Кайзерсхаффен. Поздравляем, Джакомо Сант-Элиас. Вы новый мэр города Кайзерсхаффен. Как и ваш отец, вы известный ученый. Прежде чем прийти в политику, вы сделали неплохую карьеру в университете. Вас интересуют естественные науки и инженерные дела. И как мэр вы можете продвинуться в изучении? Так, слушай. У нас там вот видно минус 2 по здоровью. Нам надо продвинуться в эпидемиологии срочно, по-любому. Потом мы будем изучать электричество. Давай так. Вопросы без ответов. Ответы без вопросов. Да, хорошо. Так, смотрим. Облако прогресса. Эпидемиология есть. Информационный прогресс. Динамит. Йоперный театр. Сколько тут всего? Как все интересно. Так, ну давайте изучать электричество. Да, электричество нам нужно. 150, 1500 очков исследования, да? Интеллектуальный капитал. Ну что, давай будем развивать наши именно технологии. Погнали. Так. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, подожди. А, вот это, да? А, обязательно вакцинация. Вот что нам дает. Кикиены в операционных. Тут как-то странно сделано просто так. То есть эффект. Плюс здоровье. Нет, давайте вот это. Луи-Пастер нам хотя бы денежек дадут. Нам нужны деньги. Обязательная вакцинация. Конечно, да. Давайте. Как много окошек у нас. Тихо, 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 тихо. Так, что? О, 14, 26. А, ну, в принципе, вообще без вариантов тут. Давай, просто проголосуем. Да. Замечательно. Все. Конечно, вакцинация нужна. Да, отлично. Отлично. Так, изменение налогов. Тоже должно пройти без проблем. Так что ждем просто дня голосования. Отлично. Ну что, давай. Повышаем налоги. Мы, как истинные демократы, повышаем налоги, да. Налоговая ставка. Смотри-ка, все стало лучше. Слушай, повысил налоги и жизнь улучшилась. Прям лозунг всех наших политиков в любой стране. Что мы можем сделать еще? А ничего мы не можем сделать, правильно? Перестроить район, да, наверное, мы можем изменить район. Плотность застройки мы не можем поменять. Нам нужно что? Нам нужно срочно деловой квартал. Вот так, давай, хотя бы 37 поставим. Но в идеале нам, конечно, нужно плотность застройки увеличивать срочно. У нас прям построено так очень плохо все. Ну давай, да, что делать-то? Давай, больше добавлять ничего не имеет смысла, потому что очень плохо. Так, потратить личные сбережения. Давай так сделаем. Ну, что там? Просто потратим. Не будем ни с кем обсуждать это. В принципе, это тоже вариант. Так, подожди, подожди, я забыл. У нас наверняка есть новые указы, которые можно... Да, акт об охране труда, лицензирование алкогольной продукции. Апт... Акт... Апт. Акт об охране труда. Введение базовой техники безопасности на рабочих местах. Гарантирует снижение количества потерянных конечностей. Это, само собой, нам нужно ввести. А, подожди, так у нас уже есть, что... Ах, подожди, подожди, что я не то смотрю-то все, да. Вот, да, гигиена в операционных. Я-то... То-то уже было принято, я хотел отозвать. Зачем отозвать-то? Так, смотри, здоровье увеличится, охрана, безопасность, вернее, но личностный рост уменьшится. То есть, людям не нравится гигиена, да? Она сдерживает их личностный рост. Интересное положение вещей. Но, само собой, нам нужна... Гигиена нужна в операционных. Поддержка анестезии также. Это прям вообще полезно. Центральная больница, прям шик. Так, и бонусы здоровья. Конечно, это нужно. Это кто там? Кто? Кто наш главный друг теперь? Какая партия? Молодая Швейцария. То есть, да, смотри-ка, мы с ними прям теперь. Плюс 4 у нас репутация. Давай, ладно, анестезия. Так, партия физиократов. Пацаны, вы заебали. Уграть партии и проблемы СУД. С личной ответственностью. Давайте суд уже в суде появилось, можно угрожать. Так, здесь что? Давай вот... Вот так. 14.3, нормально. Здесь, я думаю, просто мы... Вот так скажем им. Почему-то у нас репутация упала. И здесь требовать, давай. Вот, смотри, нормально. Гигиена в операционных. 9.8. Тут уже поинтереснее ситуация. Давайте с ними пока просто. Вот так скажем им. Здесь поговорим. К светлому будущему, да, мы идем. 7.10. Замечательно. Здесь, собственно, вот так. Отлично. И вот это тоже потребуем в прессе. Нормально, что? Двигаем дальше. Погнали. Ждем. Еще чуть-чуть ждем. Отлично. Молодая партия. Так, тут молодая Швейцария. То есть должно, по идее, по вопросу гигиены. Хорошо. 13.4. Вот это очень плохо. Пацаны, давайте уже достали. Соберитесь, тряпки. Обсудите еще этот вопрос. Подумайте мозгами. Дебиллойды. Городу это необходимо, конечно. Давай угрожать. Вот так, да. Где вам самое место вы достали, блядь? Старьевщики долбаные. Так, здесь что? Надо говорить. Нет, давай прям жестко будем действовать. Нет, не помогло. Так, требовать. Наедине давай поговорим. 7.10. Нормально. Здесь что? Здесь просто мы с ними поужинаем. 8.9. И у этих... Подумайте еще раз своей головой. Действительно. Так, нормально. Движемся, движемся. На пути к прогрессу. 13.8. Поддержка анестезии. Мне это интересно. Эти люди когда-нибудь на операции были, чтобы без анестезии им там, не знаю, ногу отрезали? Или что-то делали даже в ноге? Или даже просто аппендикс вырезали? Это ж... О чем они просто думают-то? Так. Против. Не, ну им надо, вы заебали. Партия физиократов. Но чтобы слышали все партии. Вы хотите так, проголосовываю. Председателю давай. Че, надо за... Не надо всем, чтобы слышали. Может они что-нибудь подумают и потом передумают свое мнение. Скажут, что я такой мутак. Всех запугиваю. Не забудьте проголосовать за... Ну с этими просто... Это то, что так отчаянно необходимо, да. С этими давай обратимся на совете партии, наверное, да. 12.9. Здесь 10.11. Здесь уже полегче стало. Так, пацаны, давайте. Требования в прессе. 10.11. Здесь давайте. Вот так. 9.12. Нормально. Здесь... Здесь мы просто... Помните, это предложение продвигает идеи равноправия. Действительно. Действительно так оно и есть. Ну и здесь что? Какому способу вы прибегнете? Пристыдите их, если не выступить против сообщить. Только умственно... Нет, пристыдите их. Давайте их умственно отсталые. Но это же... Мы же в Сенате. Мы не на какой-нибудь разборке. Где-то там как школьники. Давайте друг на друга кричать. Обзывать друг друга дебилами и умственно отсталыми. Но так же не делается. В цивилизованных странах и цивилизованных советах. Так. Так, так, так. Анестезия нам нужна. Пацаны, вы достали. В газетной статье давайте обратимся. 13.12. Уже лучше. Здесь. К светлому будущему мы все стремимся. 9.16. Нормально. Давайте. Эффект здесь. Сказать партии, что большинство ученых вас поддерживают. Почему? Ужливость. Конечно, ученые поддерживают это. Не знаю. 9.16. Здесь. 12.13. Мы тоже переламываем ход борьбы-то политической. Только партий становится больше. С будущим это будет вообще, наверное, тяжко. Так. Так, так, так. Что тут требовать? Давай вломимся. Нет. Давайте с этими городу это необходимо. Вот так. С этими тоже давайте городу это необходимо, чуваки. 11.14. Нормально. А здесь потребуем... Тут непонятно. Лживость-то на что влияет? Мне никто не будет верить? Я не думаю. Так, так, так. Подожди, подожди, подожди. Право на собственность. Настоящим предлагается наделить женщин правом собственности. Что скажете? Конечно, скажу да. Так. Политики предлагают наделить женщин имущественными правами. Внесен законопроект, который предлагает наделить женщин старше 21 года всеми имущественными правами. По поводу... По новому закону женщины смогут владеть движимым, недвижимым, материальным и нематериальным имуществом, включая дома, землю, транспорт, предметы, обихода и акции. Многие влиятельные мужчины высказались против этого закона, заявив, что он неприличен, контрпродуктивен и ведет к дестабилизации общества. Собственно, как обычно. Спустя 30 лет строительство лондонское метро открывается. Замечательно. В первый день работы лондонский метрополитен перевез 40 тысяч человек. Вот это до хера. Жители пригорода и рабочие торжествуют. Так, так, так. Притормози. У нас с бюджетом полная задница. Просто полная задница. 7-10, да? Ну давай, чё? Надо женщин-то поддерживать. Пацаны. Давай поговорим наедине с тобой. 7-10. Здесь большинство жителей нет. Ладно. Здесь. Давай так. То есть смотри, теперь демократы действительно действуют по-демократическим. Это замечательно. Будущее города зависит. 7-10. Ладно. Анестезия. 10-19. Отлично. 12-17. Давайте по анестезии, наверное, ничего. Хотя нет. Надо с этими поговорить. Вот так вот. Жёстко поговорим прямо. Так. Здесь, пацаны, давай. К светлому будущему у нас всё ведёт. Это да. Вот так. 12-17. Ну нормально. Так. Тут 12-17. Тоже. Делаем вот так. Здоровье нашей нации улучшит, конечно. А им насрать на здоровье нашей нации. Газетные статьи. 11-18. Отлично. Здесь, собственно, городу это необходимо просто. И тут мы скажем, что это... Поймите, насколько важно. 9-20. Отлично. То есть должны затащить эти два указа. И будем красавцами. Давайте вот посмотрим. 16-20. Ух ты. Внезапно. Так. Улучшить здоровье. Блядь. Смотри. Им насрать на здоровье нашей нации. Как... Как эти люди сидят вообще в Совете Городского? Внезапно. 14-22. Замечательно. Давайте дальше. Будущее города зависит. Да. Здесь. Улучшить здоровье. Вам-то хоть не насрать. Тоже. Всем... Всем все равно. 13-23. Замечательно. Ну давайте поговорим вот с ними так. Легенько, так скажем. А с этими тоже давайте. Улучшить жизнь рабочих. Да. А им тоже все равно. Здесь не надо ничего делать. Здесь давайте скажем. Все граждане. Вот. Смотри как. Смотри как хорошо получилось. Плюс 2. 12-24. Ладно. Ждем. Права на собственность для женщин. Что? 7-10. Хорошо. Этот законопроект важен для нас. Поэтому мы скажем вот так. Пусть они голосуют за нас. 8-9 стало. Ну хорошо. В долгосрочной перспективе. Я надеюсь, что это все-таки так работает. Что действительно, если кружочки перемещаются в положительную область, то это как в долгосрочной перспективе. А то, что сейчас на цифры влияет, это не так важно. Так. Так-так-так-так. Демократы, да? Пристыдить их, наверное. Не знаю, умственно отсталые. Просто это как-то очень грубо, мне кажется. Ну не знаю, политика такая. Смотри, ничего не действует, а? Давай вот здесь тоже умственно отсталые. На них тоже не действует. Хорошо. 16-24. Пока не буду даже трогать. Ладно. Ждем. Давай. Ну что, день голосования. Погнали. Анестезия должна пройти. Да, анестезия проходит. Отлично. Замечательно. Просто замечательно. Так, гигиена в операционных. Тоже должна пройти. И она проходит прям на ура. На ура пролетает. Красавцы. То есть, понятно. И непонятно, почему личностный рост у... Ну, у элиты они странные. Они не любят руки мыть в операционных. Подумаешь. Подумаешь, кто-нибудь умрет от заражения. Какая нахер разница? Правильно? Так. С доходом города надо что-то делать. У нас опять стал очень огромный минус в балансе. И это не круто. Это совсем не круто. Так. Права на собственность. 8-9. Надо... Надо разговаривать. Так. Ладно. Давайте поговорим. Городу это необходимо. Что? Мне кажется, вот чем ближе... Чем, вернее, дальше по развитию. То есть, новой эры. Тем, мне кажется, будет выгоднее именно умолять. Вот договариваться. То есть, я имею в виду, не буду. Такая грубая сила. Больше, мне кажется, котироваться. Это мое предположение. Мне так кажется. Потому что сейчас уже, например, вот... Требовать ни на что не влияет, по сути. Давай поугрожаем вот этим. А им тоже все равно. То есть, видите? Интересно. Интересно. Так. Ждем. 8-9 все еще. Ну, давай к ним. Это то, что необходимо городу. То есть, вообще ничего не действует на них. Ты посмотри. Ну, а с этим... Блядь, реально вообще ничего не действует. Ни на кого. Вы прикиньте? Не, ну это жесть. Вот, хотя бы так. Интересно. Так, луживый мэр. Блядь. Вас обвинили в использовании городской казны для оплаты ваших личных расходов. Это пиздеж и провокация. И повесили на вас пропавшие средства. В частности, Свободная Демократическая партия обвинила вас в мошенничестве. Как вы отреагируете? Обвинить членов Свободной Демократической партии в супружеской измене. Это полный бред. Это, блядь, да. Я ворую, а ты, не знаю, ты там насрал. Как это связано? Конечно, это признать вы ваш... Конечно, это неправда, блядь. Чё вы... Что вы несёте? Я ничего не крал. Я... Сама честность. Кристально честный человек. Эх, давай припугнём их. Да, ваши обожаемые императоры... Блядь, а им насрать. Им даже вот... То, что императоры их подумают, что они трусы, они никак так. Хотя бы вот это движется. 7-10. Не забудьте проголосовать. Блядь, вот не работает ни хера. Ничего не работает, реально. Вот интересно. Интересно. Новая эра, новые проблемы, да? Давай, как медленно идёт голосование у нас. 7-10. Так. Так, так, так. Что будем делать? Не поддерживает. 1 нейтрально относится. 2. Так. Давай потребуем тоже. Я не знаю, они не особо продвигают идеи равноправия, поэтому это как-то странно. Давай вот здесь потребуем. Но эти-то должны, они же демократы. Ну, блядь, ну что за херня-то? Давай поужинаем. Смотри, поужинать получилось. Давай с тобой. Тоже не работает услуга никак. Они не хотят оказывать услуги. 7-10. Смотри, всё замерло. Всё замерло. Давай по угрожаемым. Наедине. Блядь, ничего не работает. Ничего. Городу это так. Ну вот с этими, с демократами хотя бы нашли общий язык пока что. Так. Сообщить-то. Давай вот грубо попробуем. Не работает. Нет. Здесь что? Здоровье нации. Да. Вы же национальная партия. Старая Швейцария. Должны же понимать, что это важно для здоровья нации. Партия физиократов побеждает на выборах с 26%. А, это демократическая партия. Надо с 26%. Хорошо. Так. Ну это обезьян. Всё понятно. Образовано Объединённое Королевство Италии. Политики смятений. Италия заявляет права на Южную Швейцарию, что грозит распадом страны. Чё, серьёзно? Хорош. Отберите ещё у меня часть страны, да? Так что ли? Ух, как всё плохо-то на самом деле. Денег нет в бюджете. Вот это очень плохо. Нам надо что? Нам нужна плотность застройки, то есть. А вот плотность никак мы не сделаем. Херово дело на самом деле. Службы. Театр бы не сквер, конечно, не помешал бы нам. Но на сквер нет денег. Причём вообще нет денег. Ну давай вот так попробуем. Может прокатит. Четырнадцать четыре. Давай потратим личные сбережения, чтобы народ хоть порадуем. Так, тихо. А мы уже давайте посмотрим, что там в Сенате у нас. Восемь одиннадцать. Уже лучше. Уже лучше. Так, ну давайте большинство граждан. Попросите обдумать ещё раз. Шесть тринадцать. Замечательно. Так, демократы. Давайте поужинаем. Нет, не хотят со мной ужинать. Парни. Будущее города, да, зависит от вас. Пять четырнадцать. Отлично. И здесь давай. Акцент нет. Этим всё равно пока. То есть, ладно. Погнали дальше. Давайте ещё подождём. Что вот это вот такое? А, это сквер, да? Отлично. Птички поют. Нормально чё? Нет, ну сквер нам нужен. То есть, он вот так, да, делал и действует? А если стоимость... Десять тысяч, да? А, вот оно как, да? Вот так. Понятно. Давайте, то есть, это из личного бюджета деньги тратятся. Ну, в принципе, пофигу. Мы из богатой семьи. Нам всё равно. Пять пятнадцать. Пять пятнадцать это замечательно. Но давайте попробуем ещё улучшить ситуацию. А именно, вот поговорим со всеми. Большинство граждан поддерживает меня. Шесть четырнадцать стало. Но это пока что. Здесь что? Нет. Лживый мэр. Так. И здесь, смотри, стало продвигаться дело. Ну, то есть, мы должны затащить этот законопроект. Шесть шестнадцать. Да, всё нормально. Давайте пока тогда ускорим даже время. Я не буду. Ждём до половины, наверное. Так, облегчить наказание за садамию. Чё, шутишь? Настоящим предлагают смягчить наказание за садамию. Вы чё, шутите? Как так-то? Так. Так, смягчение, то есть. Да ладно, ну какой, блядь, подержи? Конечно, против садамии. Вы чё, издеваетесь? Новый закон о мужеловстве. Мужеложстве. Если вы... Есть ли преступление более ужасное, чем садамия? А это мужеловство? Я думал, садамия несколько другое. Ну, да ладно, не важно. Однако, кое-кто подвергает сомнению необходимым суровым наказанием за мужеловство. Даже в парламенте понашлись сторонники греховных практик, призывающие прекратить травить сексуально задачных граждан. Задача, как хорошо сказано. Архиепископ Австрии назвал новое движение грехом и извращением. То есть, это мы будем бороться за права геев. Нет, ну за права геев я, в принципе, не против. Это-то не так уж страшно. А я же сказал... Нет, в чём тогда смысл? Да, то есть, я могу не поддерживать его? Нет, ну давай поддержим за демократические права, в принципе, по барабану. Да, это продвигает идеи равноправия, но консерваторам-то насрать на равноправие. Так, это просто с вами. Давай вот так скажем. Не знаю, как это связано с экономикой, но пусть будет. Да, это продвигает идеи равноправия. Нет, они не хотят. И вы тоже не хотите? Блядь, никому не интересно равноправие, да? 7.17 тут. Нет, надо, наверное, обратиться. Обратиться вот так. Отлично. Здесь, собственно, большинство жителей с этим согласны. Здесь давайте сделаем что? Поговорить с председателем наедине. Нормально идёт. И тут, скажем, председателя нет. Ладно, хорошо. Давай, погнали дальше. Ждём пока, ждём пока, в принципе. То есть это, да, ЛГПТ. Так, ладно. 14.12. Ну давай. Давай поговорим, личную встречу устроим. Нет, они, консерваторы, жёстко настроены. Здесь, в принципе, городу это необходимо. Я бы не сказал, что это необходимо городу прямо, но... Это, в принципе, важно для развития нации, свободные права людей и граждан. Блять, вот это подстава. Никто меня не уважает. Вот это прям жесть. Учёных. Почему, блять, в этом... В этой эре много ответов про учёных. То есть, ладно. Ждём дальше. 16.12. Давай поугрожаем. Смотри, им всё равно. Им всё равно. Здесь что? Да, это продвигает равно. Вам не поверили, вы чё, шутите? Принялись кричать на вас. Да ладно. Хорош. Так, здесь что? Вы требуете помощи у партии, чтобы добиться желания. Для вашего это вы и решили. Давай на газ... Блять. Я только хуже делаю. Ну как так-то? Почему, я не пойму. Здесь что? Да. Смотри. Тоже, блять, всё плохо. Как так-то? Хотя бы этот законопроект пройдёт. Ладно. Давай. Давай подождём ещё. То есть оно само идёт гораздо лучше без моего участия. Я делаю только хуже всё. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну давай поужинаем, нет? Блять, смотри. Они не хотят со мной даже... Всё хуже, короче, происходит. Здесь всё, короче... Всё очень плохо. Блять, смотри, что происходит, а. Они всё ещё... Как так-то? Не, ну я не понимаю, почему так... Почему так внезапно... Так-так-так, университет, университет. Честно говоря, интерес к политике не был единственной причиной, по которой вы покинули университет. Что случилось? Вы не сработали с коллективом, вы показали себя... И вас там недолюбливали, вы слишком сильно критиковали начальство. Да? Прям так? Давай вот так скажем. Будем прям... Что нам дают для усиленной жестокости? И цинизма? Ни хера, мы прям... Получена черта цинизм. Здесь что? В последнее время рождается много внебрачных детей. Особенно у матерей низкого происхождения. Видимо, это результаты улучшенного социального взаимодействия среди слуг и других представителей рабочего класса. Вы хотели бы затронуть этот вопрос в своей публичной речи. Что вы скажете? Дети, рожденные вне брака, должны быть взяты под опеку. Осудите внебрачные связи. Матери незаконно не должны подвергаться осуждению. Да, вот это, конечно. Эффект прям... Смотри, бонус. К настроению мы получили эффект. Типа, репутация поднялась у нашей партии... У партии... А, уменьшилась. Ладно. Хорошо. 20-13. Смотри, что происходит. Так. Партия физиократов. Физиократов. Пацаны, вы заебали. Ёб твою мать. Чё я делаю-то? Я понял, чё происходит. Аааа. Я же не подерж... Всё, до меня теперь дошло. Твою мать. Я же сказал, что я не поддерживаю этот проект, и они меня поддерживают. Соответственно, у них... Я глушу его. Ну ладно. Ёб. Вот, оказывается, как это связано-то. Нам просто это не объяснили. Я-то подумал, что мне всё равно в парламенте надо, то есть, тоже за него голосовать. Раз он на голосовании, то есть, понятно, всё. То есть, они как бы за меня все. Ладно. Тогда мы отыграем эту линию. Я-то хотел уже было поддержать права геев. Ну да ладно. То есть, смотри, действительно, я всех прям... Ладно, ладно. Ну тогда тут непонятно. Просто реплики странно составленные. Право на собственность, здесь всё в порядке. Ну ладно. То есть, короче, мы оба раза, грубо говоря, выиграем. Хотя я уже хотел поддержать права геев. Ну да ладно. Я просто не думал, что садамия на самом деле. Я, честно сказать, никогда не думал, что такое садамия. Но не думал, что это именно отношение между лицами одинакового пола. Ну да ладно. Ой, какая неловкая ситуация-то, да? Давай поужинаем. То есть, смотри, действительно, всё работает. Я хера знаю. Давай. То, что нам необходимо не принимать законы права геев. Я не думаю, что это нам прям так необходимо. Ну да ладно. Так, ну что, давайте переговорим вот с этой партией. Попробуем поужинать. 9.27. В принципе, нормально. Давайте тогда ждём, наверное, голосования, пока идёт всё хорошо. И даже если они примут права геев, я тоже не обижусь. Достижения в области электричества охватывают весь мир. Администрация узнаёт о нём всё больше. Пора принимать решение. Чему нужно уделить внимание? Эффективному способу производства электричества? Его передачи или применения? Так, ну что. Нам нужно, наверное, в первую очередь производить его. Это основа. То есть, да, затраты на строительство здания и электростанции уменьшены. Хорошо. Смягчение законов. Ну тут, собственно, да. Всё в порядке. То есть, так что ждём. Спокойно ждём. Так. Право создавать ассоциации. Настоящим предлагается наделить граждан правом объединяться в ассоциации, независимо от их политических убеждений и правового статуса. Что скажете? Да, подтверждаю. Почему нет? Так. То есть, в принципе, мы примем его. Конгресс рассмотрит законопроект о праве создавать ассоциации. В настоящий момент в парламенте горячо обсуждается законопроект, разрешающий гражданам создавать ассоциации, в том числе партии. Политикам придётся предусмотреть все сложности, связанные с этим решением. В частности, новый закон может вызвать проблемы у клубов с государственной поддержкой и благотворительных организаций. То есть, вы видите, что происходит. Право создавать ассоциации. Смотри, пока нормально. Давайте поговорим с нашей любимой партией. Скажем им, поймите, насколько важно, да, это. И будем их склонять в нашу сторону. Здесь, соответственно, наша экономика, да, пойдёт вперёд. Это 100%. Это на самом деле полезный за... за вами должок, да? Зачем? Нет. Жизнь рабочих, вот, как-то они мне ничего не должны. И здесь давайте. То, что так неотчаянно, да. Эту кассу расшевелит вот так, скажем, прям. Расшевелит. Ну, здесь всё нормально. Но, честно сказать, я ошибся. Я в следующий раз, когда буду проходить, я, конечно, поддержу это наказание за сатамию. Я, честно сказать, ладно. Ладно, может, потом можно будет поменять, позже отозвать, наверное, да, тут есть и такое. А, кстати, что у нас есть ещё из указов? Нет, 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 которые можно... А, всё, у нас ничего нет. Хорошо. Ну, ждём тогда. Ждём дня голосования. Так, право создавать ассоциации. 13.27, всё в порядке. Здесь тоже, здесь тоже. Тогда ждём дальше. Ждём спокойно, ждём. Сейчас будет большой день голосования. Давай. Отлично. Так. 12.28, начинаем и выигрываем, конечно же. Да, у нас теперь будут ассоциации. И смотрите, сколько положительных эффектов. Всё прям замечательно становится в нашем славном городе. Отлично. Был принят закон, разрешающий создание ассоциаций. Политики проголосовали за принятие закона, разрешающего гражданам создавать ассоциации. Эти новости порадовали волонтёров и спортсменов, желающих создать собственные независимые организации. Ну, замечательно. Так. Выпущен сборник швециалейского фольклора. Интересно. В книгу вошли устные предания, собранные во всех уголках страны. Бумажное издание поможет сохранить наше культурное наследие для будущих поколений. Пруссия побеждает Австрию в Кенигкредце. Победа Пруссии. Короткая война увеличивает влияние Пруссии в регионе, который прежде контролировался Австрией. Так. Дальше. Ну, давай, чё. Вот это не совсем понятно было сделано. Видите, я даже сначала-то думал... Отклонено. То есть, вот так, всё... Ну, короче, всё плохо или что? Имперский совет не склонился перед садомитами. После нескольких недель жарких споров, имперский совет принял решение не вносить изменений в закон о криминализации садомии. Садомитам не место в нашем обществе, прокомментировал один из судей. Да, это, конечно, сурово. Нормальные люди могут спать спокойно. Правительство делает всё, что в его силах, чтобы обречь... Уберечь их от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Представитель католической церкви заявил, это великий день для всех христиан Австрии. Да. Да уж. Голод в Финляндии. Несколько неурожайных лет и непрерывные дожди привели к тому, что в Финляндии начался голод. Это печально. Альфред Нобель патентует новую мощную взрывчатку. Динамит — это новая взрывчатая смесь на основе нитроглицерина, которая окажет огромное влияние на промышленность, в том числе и военную. Хорошо. Но здесь тоже всё должно пройти гладко и проходит на ура. Так. Хорошо. Право на собственность женщины у нас теперь со своими собственными правами, и это замечательно. Принят закон, наделяющий женщины имущественными правами. Сегодня был принят спорный закон, разрешающий женщинам владеть собственностью. Закон, вступивший в силу, немедленно позволяет женщинам владеть собственностью. Что включает совместную собственность, единоличное владение и общинное хозяйство. Бизнесмены-мужчины осудили принятие закона. Активистки женского движения назвали этот закон самым долгожданным в истории. Дора Браун, 56-летняя дама-филантроп, назвала закон важной вехой в развитии и сохранении человеческого потенциала. Ну вот так вот, собственно. Подожди, подожди, не так быстро. Хорош, хорош. Что у нас смотрим тут? У нас очень мало индекс развлечений. Зато авторитет 81. Вот это мы красавцы. В целом, что у нас по экономикам все плохо. У нас бюджет очень в минусе. Минус 1865к. И месячный доход у нас тоже очень маленький. Это плохо. Это крайне плохо. Что мы можем сделать? Учреждение, вокзал, центральная больница. Да ладно, это без вариантов тут. Порт. Да ладно, не, ну это... Давайте посмотрим, сколько вокзалов, если они... Просто-просто мне интересно, поменялось хоть что-нибудь. Но, конечно, нет. То есть 16-2, да? Это не вариант. Так. Давайте что? Придется повышать налоги опять. Это, конечно, ужасно. Но что делать? Хотя, смотри, мы сейчас прям поднимем так. На компании, да? Будет 56 доход, а сейчас... А будет 77. Да, нормально. То есть мы хотя бы выйдем в плюс. Ну давай, да. Чуваки, 9-9. Налоги нам нужны. Так. Давайте поговорим. Нет. Здоровье надо сказать, блядь, это связано. Выступая к светлому будущему, да. Нам нужны деньги. Жесткость. Жестокость. Я прям суровый мэр в этом поколении. Ладно, давайте продолжим беспределить на посту мэра в следующей серии. В принципе, у нас пока идет нормально, мне кажется. Но сейчас опять у нас большой минус в бюджете. Но интересно, интересно становится. Так, что мы там изучаем-то? Электричество. Да, электричество продвигается потихоньку. Следующим, наверное, мы будем представительские права изучать, мне кажется. И дальше посмотрим, что пойдет. Наверное, образец для подражания. Наверное, надо изучать сначала первый круг, так сказать. А потом уже дальше идти. А потом начнется третья эра. Ух, тут и четвертая. А когда-нибудь-то мы сможем дойти и до пятой. Не верится. Первая, первая уже пройдена. Вот это красиво сделано, тут интересно. Это дерево мне нравится. Такой граф связанный. Ладно. Ну что ж. С вами был Чейнджер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И увидимся в следующей серии Симулятор Мэра. Пока.